Друзья, решил записать это небольшое видео для вас, потому что мне реально нужна ваша помощь по изданию игры «Незакрызицы. Последняя история». То есть игра вот она. Такая красивая коробочка. Она при успехе краудфайдинга ждет вас уже в сентябре месяце. Сейчас я хочу рассказать о том, почему эта игра очень полезна для ваших детей. То есть если мы возьмем игру, вы в ней обнаружите, что в ней есть такая цветная сторона. То есть здесь есть элементы различные электротехнические. У нас есть компоненты, есть светодиод, есть резистор, есть проводники. И когда вы играете в игру, вы как будто смотрите на печатную плату сверху. То есть дети потихоньку начнут разбираться в элементах, которые есть в современных печатных платах. Понятно, что на современных платах они может малюсенькие, СМД различные, но и бывают еще и навесные. И уже проще будет объяснить, где что там находится. Также, когда вы играете, вам придется разобраться в правилах. Разобраться, как эти элементы работают. То есть, например, диод, если вы подключили к плюсу правильно, по направлению тока. То есть ток мы смотрим к плюсу и к минусу, то вот тут есть у него стрелочка, ток течет. И вы, как бы, ребенок понимает, так, диод вот так подключили, ток потек. Если вот так подключили, ток не течет, он его блокирует. То же самое. Светодиод подключательное правильно к плюсу. Светодиод по правилам игры надо подключать с токограничивающим резистором, иначе сгорит. Подключили неправильно, элемент сгорел. В реальной жизни то, что так произойдет. Понятно, что если не от двух батареек, но если вы к кроне подключите 9-ти вольтовый светодиод, он там вспыхнет у вас. Причем даже с громким таким хлопком может. То же самое резистор. Резистор не надо подключать просто в батарейке без полезной нагрузки типа лампочек или светодиодов. Потому что он нагреется и тоже может выйти из строя. И вот на этом строится игровой принцип. Дети постепенно собирают схемы, учатся разбираться, как вообще работают электрические цепи. Причем есть еще и предохранители, есть обычные лампочки, есть герконы. И это только вот те базовые элементы, которые мы в игру пока заложили. Но если вы посмотрите на другую сторону, вот есть одна сторона, перевернули. Видите, здесь у нас какие-то черточки. Все, посмотрите. А здесь уже обозначение и буквы. Сюда посмотрели. Здесь уже гораздо интереснее. Может там светодиод. Тоже какие-то обозначения. Это сторона принципиальных схем. Вы можете начать играть вот этой стороной. Тогда у вас на игровом поле образуется электрическая схема. И дети у вас начинают разбираться в электрических схемах. Начинают, как говорят электронщики, читать эти схемы. И если у вас, например, кружок робототехники, либо вы изучаете физику в школе, вы поиграли в обычную сторону, поиграли в схематичную сторону. И у вас уже усвоение материала гораздо лучше, чем если бы дети просто выдали бы им какую-то книжку или учебник. А современные дети не любят читать. А правила они будут читать. Но опять же, кажется, сложно. Нет, не сложно. Игра построена таким образом, что в ней разберется даже нулевой родитель, то есть родитель, у которого нет опыта электрической цепи, и ребенок, который тоже с ним никогда не сталкивался. Это игра. Это хороший логический абстракт. Если вы знаете игры, например, такие, как Тракс, знаете Индиго, знаете Цуру, знаете Трелупринт и другие, ну, может, даже Каркасон знаете, там тоже часть этих механик используется, прокладных дорожек, то вы разберетесь в этой игре, и она даст вам много интересных вечеров совместных. Потому что на двух игроков это такой достаточно неспешный, ну, где-то минут 20, 25, 30. Логический абстракт. Вы начинаете там с поля большое, 6 на 8, вы потихоньку выкладываете цепочки, но с каждым разом все сложнее и сложнее становится играть. А если вы играете троем или четвером, у вас азарт моментально будет, там где-то после около 5-6 жетонов выложите, все, надо уже думать положить жетон так, чтобы соперник этим не воспользовался. Либо насолить сопернику, не дать ему выложить цепочку и так далее. То есть здесь уже идет не долговременная стратегия, а единовременная тактика, сделать так, так, так. И поэтому очень увлекательно, и вообще рекомендую там 3-4 человека поиграть в игру. Что еще можно сделать? Эта игра шикарно совмещается с электрическими конструкторами. Почему? Потому что в ней движок работает почти для всех цепей, которые там вы строите, так же, как в реальной жизни. Потом можете взять конструктор знаток, взять макетные платы с детальками, или взять другой электрический конструктор и воссоздать эти цепи. И дети посмотрят, да, а вот это работает как в игре, а вот это работает чуть другому, ну это все можно тоже объяснить, потому что сказать, ну да, здесь вот есть некоторые, игровые условности в реальной жизни. Это вот так работает, но по большей части то, что собирают дети на макетных платах или на знатоке, это будет так же работать, как будто это было в игре. И это огромный плюс. Это идет запоминание с закреплением, причем на реальных схемах. Это что касается обучающего момента, и поэтому игра подходит как детям там 80 лет, она также подходит и более старшего возраста. Пожалуйста, можно использовать на уроках физики, я даже знаю ее использовать в колледжах, на пир-колледже, путей сообщения в московском. А можно взять для взрослой компании и поиграть, и она также подойдет, потому что это такой интересный, необычный абстракт, потому что где вы видели, что можно было составлять электрические цепи. Здесь можно, игра единственная в мире, такой не существует. Вот, это что касается такого обучающего момента. Что касается наших планов, а что вообще мы дальше хотим сделать с ней? А мы хотим добавить новые элементы. У нас они разработаны, но это будут дополнения. Если эта игра увидит свет, то дополнение будет уже ближе к зиме. Мы сейчас шлифуем там использование элементов, потому что не все они так работают, как хотелось, и правила по правилам, и в принципе по их подключению работоспособности. Что мы хотим добавить? Ну, во-первых, то, что не войдет в основную версию. Это батарейка 3 вольта, которую мы дарим всем спонсорам краудфандинга. Это жетоны паяльных станций, которые позволяют выпаивать по 2, либо 4 жетона, которые мы также будем, подарим, неважно, соберем там 200 тысяч всего лишь или выше. Главное, чтобы собрали мы минимальную сумму 200 тысяч всем спонсорам краудфандинга. RGB светодиоды, фотодиод, который, если вы поставите его неправильно, он будет работать как обычный диод, ток не будет пропускать, но светить его лампочкой или рядом с ним, и он уже будет пропускать токи в обратную сторону. Это транзистор, который будет работать как ключ, который можно будет тоже подключить к питанию. Это кнопка, переключатель точнее, и это конденсатор. То есть, вот те элементы, которые будут вас расширить, вашу электрическую цепь, игра будет еще шикарней. Плюс добавим некоторые боковые элементы новые, какие пока секрет. А теперь по одиночному режиму, что будет? К осени будет головоломки. То есть, таким, либо простейшей задачей, из серии возьмите батарейку и, например, зажгите лампочку. Добавьте какие-то элементы, то есть, из тех элементов, которые есть, то есть, вот, батарейка 3 вольта, два угловых элемента, и, например, лампочку вы ее зажгли. Ну, или там из планок, или посмотрим, как получится. Все, у вас получается такая простая головоломка. А потом все сложнее, сложнее, сложнее. Там сложные головоломки из 20-30 жетонов, где нужно плорально составить цепочки, чтобы у вас зажглось определенное количество лампочек или там что-то еще. Примерно там головоломок 40-50 будет. Причем все спонсоры получат этот сборник. Он будет в PDF бесплатно. Если вы поддержали игру, либо купите игру потом, вы его сможете скачать. Его потом использовать можете спокойно. Либо ребенок сам может поиграть, поизучать. Либо на уроках, как методическое пособие. Соло-режим полноценный. Может быть, войдет даже дополнение. Мы хотели, чтобы он туда вошел. Это будет автомат. То есть у вас будет игровое поле. Вы ходите с одной стороны. Наш картонный компьютер ходит с другой стороны. Он будет бросками кубика определяться. Либо выбором специальных карт, которые вам будут говорить, в зависимости от того, что у вас есть на игровом поле, какой жетон новый положить, который у вас достали вы для вашей стороны. Вы как бы играете за две стороны. Но играйте против этого компьютера. Там будет и рандом, и определенная логика. И попробуйте набрать очки. Тоже будет очень интересно. Поэтому очень прошу поддержать этот проект. До 10 июня нам его нужно. Осталось набрать всего лишь 50 тысяч. Это 30 где-то спонсоров. Игра в любом случае выйдет. И почему поддержать? Игры такого плана достаточно дорогие. Она в роднице будет стоить 2-3-150. Сейчас там 1400 еще остались ранние пташки. Ну 1500 даже. Это небольшая цена за такую игру. Мне вот эта игра в издании обойдется порядка там 400 с копееками. 500 тысяч в полном объеме. И получается, что 200 тысяч мы собираем. Благодаря вам остальные деньги я сам свои докладываю. Также буду рада, если найдется спонсор. То есть у вас сейчас уникальный шанс вложить 1100 и получить 100 коробок с игрой по 1000. То есть вы получается вкладываете 100 тысяч и вы получаете игру по себестоимости. Это наша себестоимость. Если посчитать ее с налогами и с логистикой. Такого уникального шанса у вас не будет. Плюс если вы компания, мы у вас добавим логотип как соиздатели. Мы всегда так делаем. Благодарим нашим спонсорам. А вы, например, у вас технические соревнования какие-то будут. Либо вы хотите эту игру на призы вашим детям. Вы ее получите. Как бы коробок гораздо больше. Там 2 раза больше коробок, чем если вы ее потом будете покупать так просто в рознице. Причем мы можем вам сейчас провести все это безналичным расчетом по договору отложенной поставки в течение сентября. То есть мы прекрасно понимаем. Это у нас гарантируется типография. Игра уже сверстана. Все готово. Что в сентябре у нас игра будет. И вы вкладываете деньги. Мы сразу же отправляем, готовим игру к печати. И как только заканчивается краудфандинг, мы понимаем сколько нам нужно игр. Даже может раньше мы отправим ее в печать, чтобы она как можно быстрее вышла. Поэтому если у вас есть интерес получить 100 таких больших, шикарных, красивых коробочек, тяжелых, наполнив огромным числом фишек, еще и полезных для ваших соревнований, для призов, для подарков детям. Воспользуйтесь этим прямо сейчас. И вы игре очень поможете. Даже если, например, вложите деньги, то еще и RGB светодиоды добавим с высшим удовольствием, чтобы игра наполнилась на полную катушку. Ну и если вы просто хотите себе 1, 2, 3 коробки приобрести, пожалуйста, приобретайте. Для организации такой же принцип. Например, хотите вы приобрести 5 или 10 коробок по безналичному расчету, если вы готовы подождать до сентября, пожалуйста, выставляем вам счет, вы его оплачиваете. Мы составляем договор отложенной поставки и вы получите вот эту игру также в сентябре одним из первых. Причем вы получите ее по цене краудфандинга, не по 2, 350, как она будет, а по там 1500 рублей, ну плюс доставка для вас. Доставка 10 коробок примерно тут стоит в районе где-то полутора тысяч. То есть это для 10 штук 150 рублей плюсом каждой коробочки получается. То есть это такая небольшая сумма для вообще игры. Вот все, что я вам хотел рассказать сегодня. Если будут у вас какие-то вопросы, пожалуйста, пишите нам в ВК, пишите в Телеграм, пишите вот здесь под этим видео в комментариях. Я с удовольствием отвечу. И именно благодаря вам эти игры могут видеть свет. Почему? Потому что я простой преподаватель. Я не миллионер, у меня нет мерседеса за окном. У меня нет никаких субсидий. Нам не помогает государство, для нас нет субсидий, мы не попадаем под льготное кредитование. Мы не попадаем ни под какие субсидии, у меня нет инвесторов. И, к сожалению, все я делаю своими силами. То есть это наше семейное издательство, это наш семейный маленький бизнес. И вы вкладываете эти деньги, почему получаете взамен шикарную игру, мы не просим безвозмездно ничего. Вы помогаете развитию научного игропрома, который кроме нас в России почти никто не развивает. А вот такие игры, как Незакоротицепь, как Наш Сон Менделеева, как Битва Големов, они вообще уникальны. Потому что мы, вот в отличие от зарубежной компании, то Genius Games, Symfone и тому подобное, мы в России единственные, которые умеем упаковывать эти игры, создавать такие игры. И мы не издаем локализации. То есть вы, может быть, видели локализации импортных каких-то аналогов, а мы создаем российские игры. Причем все наши игры завязаны на ВГОС. Все наши игры соответствуют школьной программе. Мы за этим следим, мы общаемся с преподавателями. Мы приглашаем экспертов-преподавателей проверить наши игры перед изданием, чтобы у нас было все научное, обучающее выверено. И мы с удовольствием начинаем поддерживать молодых авторов. То есть вы вкладываетесь еще и в молодых авторов и в развитие хороших преподавателей. У нас в планах и математика, и русский язык, и игры по физике, и новая игра по программированию, и искусственный интеллект, и так далее. Но все это зависит от того, как будут изданы наши вот эти игры. То есть вот Сон Меделеева, Не закрыть и цепь, и последующие игры. Потому что, к сожалению, мы не можем себе позволить, пока тиражи больше 500 штук, а на таких маленьких тиражах мы ничего не зарабатываем. То есть все средства, которые у меня идут с продажи игр, я опускаю в разработку новых игр, потому что это нужно время, это нужно много времени, это разработка, тестирование, создание иллюстрации, дизайн и тому подобное. Заранее спасибо и будем, буду очень рад, вся наша семья, так как игра сделана с моим сыном совместно, и моя жена, как владелица издательства, как ИП. Будем рады, если вы поддержите нас. И мы очень будем рады, если наши игры будут служить вам не один раз, а много-много раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!